Видеоигры для большинства из нас это способ почувствовать то, чего мы не можем испытать в реальной жизни. И разработчики видеоигр прекрасно это понимают. Именно поэтому каждая студия, которая хоть сколько-то не наплевать на свой проект, пытается максимально проработать свой мир и сделать так, чтобы игрок поверил в то, что происходит по ту сторону экрана. И если сейчас в игровые миры хрен погрузишься из-за багов, особенно на старте почти любого проекта, то вот если откатиться на пару десятков лет назад, думаю, там багов тоже хватало, но их было явно меньше, а еще игры просто больше поражали. Каждый год нулевых игровая индустрия развивалась огромным шагом, самый поверхностный взгляд, конечно, цеплялся за графику, но сегодня я хотел бы поговорить об умственных способностях Неписи. Много времени мы сегодня уделим Sims, чуть меньше другим играм, но начать, думаю, стоит примерно с истоков, а именно с Пакмана. На то время противники в Пакман были очень продвинуты, настолько, что даже сегодня в эту игру можно залипнуть с удовольствием, говорю как человек, который на той неделе нашел игровой автомат с Пакманом, и, думаю, не многие знают, но враги Пакмана это не просто клоны, это все личности со своими характерами, есть Блинки, Пинки, Инки и Клайд. С каждым уровнем они прогрессировали, становились быстрее, смелее, у каждого опять-таки было свое поведение, что не давало так просто их обмануть, и с уверенностью можно сказать, что именно хорошая работа над искусственным интеллектом стала одной из причин успеха Пакмана. Я думаю, это все не так интересно, как Sims, там все куда интереснее. Ведь создавая первую часть, перед компанией Макси стояла непростая задача, сделать искусственный интеллект персонажей достаточно продвинутым, чтобы они не были тупыми болванчиками и могли хоть как-то самостоятельно жить, но в то же время не делать их слишком умными, чтобы игрок тоже что-то делал, а не сидел сложа руки и смотрел, как там живут его подопытные. Второе, кстати, как раз стали массово использовать в мобильных дочинях много лет спустя, но это уже совсем другая история. Сейчас мы все-таки мысленно в нулевых, когда еще симуляторов жизни не было как таковых, и когда представить, как их сделать, было очень сложно. Однако какие-то наработки все же были, как минимум из прошлой игры от Уилла Райта, создателя Sims, называлась она SimAnt. Игра была про муравьев, а люди, они знаете ли, как муравьи, просто в несколько раз сложнее. Муравьи в игре сбегались на запах феромонов, и в Sims идея была схожей. Принятие решения самих симов было обусловлено набором психических и физиологических потребностей, названных мотивами, ну то есть вместо феромонов. В первой части их было не так много, а голод, комфорт, гигиена, мочевой пузырь, энергия, радость, общение и чистота в доме. Все они измеряются от минус 100 до 100. И если объединить все показатели, то получался общий уровень счастья сима. Показатели эти, естественно, убавлялись, и чтобы их восполнить, сим должен был бегать между предметами интерьера, которые давали определенное количество баллов. Ну то есть как это работает? У сима, например, показатель под названием «мочевой пузырь на нуле». Он видит, что если сходить в туалет, ему прибавится условных 7 очков. И, исходя из этого, он бежит к туалету писать. Ну или делать дела посерьезнее. Или сим хочет купить игру на комп, а ему не дают это сделать санкции. Тогда он просто заходит на Купикод, зная, что там самая низкая комиссия на рынке, и что пополнение работает моментально. Всего три простых действия от него требуются. Ввести логин, ввести промокод, применить его и нажать «оплатить». Все это честно и безопасно. И вы можете делать все то же самое. Никаких паролей и других данных, кроме логина, вам вводить не надо. А если вы введете промокод, который находится в описании под этим роликом, вы еще и снизите комиссию на 2%. И да, Купикод это больше, чем сервис для пополнения. Это скорее игровая экосистема с развивающимися комьюнити, турнирами и прочими интересными акциями и конкурсами, которые проходят у них на сайте постоянно. Так что заходите на Купикод, добавляйте в закладку браузера и пополняйте свой стим быстро и без проблем. И давайте вернемся к игре про муравьев, которые шли на запах феромонов. Для симов феромонами являются унитаз, телевизор, холодильник и другие предметы интерьера. Все они давали какие-то очки для показателей счастья. Но, как я уже говорил, люди сложнее муравьев, и с этим нужно было как бы что-то делать, ведь иначе поведение симов было бы иррациональным. Потому Максис пришлось стараться, чтобы не все показатели для самого Сима были равными. В каком-то смысле им пришлось ориентироваться на пирамиду масла. Кто не знает, это условная таблица человеческих потребностей, где нижняя часть это какие-то базовые, физиологические потребности, а верхняя уже более сложные, духовные потребности, которые очень сложно закрыть, не обеспечив нижней части. И вот в Sims, можно сказать, пришлось внедрять эту пирамиду для правильного поведения. К примеру, если персонажу очень голодно и скучно, то в первую очередь он пойдет покушать, потому что это все-таки низшая часть этой вот пирамиды. И уже потом он будет думать о каких-то своих психических заморочках. В Sims эту систему прозвали Utility AI, и благодаря ей разработчики убили, по сути, сразу двух зайцев. Ведь помимо наиболее реалистичного поведения самих симов, разработчики пачками стали пилить DLC для своих игр, потому что DLC для Sims это что? Это, как правило, новые предметы. И их можно было хоть сотнями, хоть каждый день добавлять, не трогая при этом основной код игры, потому что, как я уже сказал, именно предметы говорили симам, что они им пополнят. То есть именно в предметах наделялась их ценность. Не симы знали, что им нужно от какого-либо предмета, а предметы звали к себе, чтобы восполнить какую-либо шкалу, можно сказать. И вот этот вот пресловутый Utility AI открыл дорогу еще и модернему, которые порой дополняли игру очень необычными вещами, например, возможностью жарить на мангале ребенка, но про это уже на бусте можете глянуть, тут лучше не будем разгонять. Да, подобная система была в первых двух частях, однако, создавая третью, разработчики захотели пойти еще дальше. Там система шкалы баллов была заменена на самостоятельные, полноценные черты характера. Какой-то сим был сонливым, другой брызгливым, третий нерешительным. И работало это так. Если вы смотрели головоломку о Дисней, вам будет еще понятнее схема. Пять пустых слотов под пять основных черт характера. На выбор у вас их более 60, и это только в базовой версии игры сделалось. И понятно было еще больше. И это позволяло сгенерировать больше миллиона уникальных вариантов персонажей. Уникальность эта интересно проявлялась в процессе игры. Допустим, ваш сим скуф. Он ведет не особо активный образ жизни, почти никуда не выходит из дома. И вот для него система потребностей будет устроена так, что условно посмотреть телевизор прибавит столько же очков, как и покушать. Сим с чертой неряшливости может, например, случайно пукнуть на людях. И если он еще и стеснительный, то баллы у него отнимутся прилично. А вот если он злой, то он получит много удовольствия от того же пердежа при людях. Ну и плюс, исходя теперь из своих необычных способностей, симы могли делать какие-то эксклюзивные действия. Условно, только сим-хакер мог зарабатывать на взломе приложения. И это отразилось также на том, как разные симы удовлетворяют одну и ту же потребность. Берем, в пример, потребность в развлечении. Если сим по определению интеллектуал, то он предпочтет книгу. А если он по масте хеймер, то пойдет рубиться в CSGO. Короче говоря, симы стали сложнее устроенным. А как вы знаете, каждое сложное существо становится еще сложнее, когда вступает в контакт с другим сложным существом. Да, отношение симов это еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться разработчикам при создании нового уровня поведения. Ведь тут очевидные вопросы напрашивались. Типа, если сим пришел в гости и лег спать в чужую кровать, то что должен делать хозяин сим? Выгнать гости сима или накричать или не обращать внимания? Как сим должен реагировать также на шутку другого сима, если он в этот момент злится на него? Или если сим, который дружит с другим симом, постоянно шутит, то заеб... другого. И вот чтобы подобные ситуации работали, Максис пришлось прописать более тысячи правил, дабы определить исход из сотен возможных ситуаций. Конечно, не сразу все это заработало. Было идеально, были баги, полно их, но оно и понятно. Для того времени игра не могла не поражать вот этими всеми функциями. Их было напихано в игру очень много и как бы понятно, что иногда что-то ломалось. Но даже баги не могли оторвать игроков от игры. Она стала намного реиграбельнее предшественниц. Потому что теперь вы могли проживать вообще самые разные сценарии, в зависимости от выбранного характера персонажа. Можно было там хоть целый сюжет и делать. Это была огромная песочница, где вы в роли бога управляетесь ситуациями, людьми и иногда пытаетесь закрыть бассейн стенками. Так, а сейчас я вас немножечко приру, так как хотел бы вам сказать, что сегодня у меня на Boosty вышел эксклюзивный ролик о теневой хирургии в ТикТоке. Плюс хотел бы напомнить, что вообще-то подписка стоит дешевле, чем пачка Принглс. Ну и роликов там скоро будет больше, чем в этой самой пачке Принглс, чипсов. Так что подписывайтесь. Ну и пора Sims у меня. Все, собственно. Однако, чтобы ролик был не только для фанатиков Sims, поговорим еще о парочке игр. Например, о Скайрим. Графический Скайрим, может быть, и не впечатлял на момент выхода, но, тем не менее, игра стала легендарной. Настолько, что получила миллион переизданий. И можно сказать, все благодаря искусственному интеллекту, потому что мир Скайрима, благодаря ему, живой и интересный. Тут была внедрена система со своим названием Radiant IE, которая отвечала за поведение NPC. Чтобы они жили автономно, чтобы могли сами принимать какие-то решения и реагировать на действия игрока. У них также тут был распорядок дня, которому они следовали. И создавалось из-за этого впечатление, что каждый занят своим делом, пока светит солнце. А когда солнце садится, они отправлялись домой. Также удивляла в свое время и реакция этих граждан на решение игрока, там, не знаю, пошалить. В игре присутствовала система репутации и отношений. И если игрок слишком разошелся и натворил делов на глазах NPC, то относиться к нему будут после этого враждебны. И нечто подобное, но доработанное, было добавлено потом в Red Dead Redemption 2. Там тоже система репутации, тоже реакция NPC на действия игрока. И тоже распорядок дня, по сути. Например, если вы решили ограбить аптеку Валентайне, то аптекарь злопамятна будет припоминать это вам еще очень долго. Но в городе побольше, в Сен-Дени, например, про вас быстро забудут, потому что там, как бы, забот хватает. Ну и проходимость намного больше. Так что, да, можно сказать, Rockstar переняли и здорово улучшили то, что было в Скайриме. А еще сегодня все еще может поражать искусственный интеллект Alien Isolation, несмотря на то, что игре 10 лет. Во-первых, команда разработчиков не без помощи самого Редли Скотта смогла очень точно воссоздать движение ксеноморфа. Настолько, что иногда кажется, будто ты реально кино смотришь. А во-вторых, они еще и сделали его очень умным. Там система называлась режиссер. По сути, это слежка за сценарием геймплея. То есть, если игроку дается все слишком легко, то игра как бы посылала сигнал. И происходило повышение уровня угрозы. И чужой становился более опасным. А еще игра каким-то образом считывала напряжение игрока. То есть, если оно достигало максимального, то режиссер уводил чужого, чтобы дать игроку возможность передохнуть. Проще говоря, или сложнее, искусственный интеллект выделял паттерны в действиях игрока и координировал поведение ксеноморфа на основе результатов. Например, если игрок использовал определенные маршруты, то чужой начнет тщательнее патрулировать эти места. А если игрок часто прятался в шкафах, то ксеноморф будет чаще проверять их. Тем, кто не играл, конечно, сложно объяснить, но те, кто играл, по-прежнему называют искусственный интеллект Alien Isolation одним из лучших в индустрии. На ютубе есть несколько эссе об интеллекте чужого. Хотя, напомню, игре стукнуло 10 лет. Что будет еще через 10 лет с искусственным интеллектом игровых болванщиков, хрен его знает. По сути, уже сейчас с развитием GPT делают моды для того же Skyrim, который позволяет вести любой диалог с любым персонажем. Все это в рамках игры. И, скорее всего, лет через 10-15 будут игры, где мы сможем общаться с человечками через микрофон в каком-нибудь шлеме виртуальной реальности. И все это может быть и круто, конечно, но как-то уже как будто не так сильно поражает, как поражало развитие технологий или тех же самых NPC в тех самых нулевых. Сегодня, в целом, к сожалению, все реже удается, как-то, мне кажется, удивляться развитию вот этих вот технологий всех. Мы просто как будто ждем их развития, как будто уже предсказывают, что именно нас ждет. Ну, а рынок подстраивается под наши ожидания, чтобы продавать побольше вот этих вот самых товаров, продуктов или чего-либо еще. Но это я уже не в те дебри захожу. Надеюсь, вам понравился ролик. А если вам было мало, то не забывайте, что сегодня у меня на Boost вышел теневой... Ой, блин, какой тень...